В том, что правящая элита России, она не принадлежит к русской цивилизации, никогда не принадлежала. Она хочет внутри себя, она вообще беспочвенно, но внутри себя хочет принадлежать или к западноевропейской, или к американской цивилизации, полагая их в глубине души высокотехнологичными и лидерскими. Она не разделяет ценности русской цивилизации, которую я назвал, коммуникацией на основе делания добра, царство божие на земле, неприятие тоталитаризма или абсолютной власти. Правящая элита именно этого и хочет. Она хочет абсолютной власти, она не хочет никакого царства божьего на земле. И она, конечно, совершенно не хочет, чтобы находящиеся под ней, внизу, были каким-то образом коммуницированы и солидарны между собой. Все усилия уничтожить любые формы солидарности, запретить профсоюзы, политические партии, общественные движения. Кроме того, что они сами сверху инициируют, еще оплачивают зачастую. Но это же западный путь, это колониальная компрадорская элита, которая на самом деле очень хочет, чтобы ей позволили хорошо жить. Ее власть, ее могущество, ее состояние огромное. И понятно, что они отмораживаются и очень хотят, чтобы им разрешали. Американцы разрешали, британский королевский дом разрешал, трационалистские элиты, либеральные элиты, кто угодно. Чтобы их принимали на своих и чтобы им сказали, ладно, что хотите только нефть и газ туда гоните, например, на запад, а больше не шалите. Ну вот, так они и хотят. Поэтому проблема в том, что они не являются носителями этой идеи русской цивилизации. Русская цивилизация, она всегда снизу. Как раз ведет войну против любых форм, которые насаждают правящие элиты здесь, на этой территории. Геополитическая конфронтация, она не имеет никакого отношения к конфликту цивилизации, потому что геополитика это просто бодание за полуострова, острова, проливы, за торговые пути или за что-то еще, за какие-то месторождения, что-то там такого. Это, в общем, не конфликт цивилизации ни в коей мере. Это не конфликт ценностных категорий. Еще раз говорю, правящие элиты России боятся ценностей русской цивилизации. Они придумали этот русский мир, я знаю, кто его придумал, Павловский, Островский, Щедровицкий, для того, чтобы, как говорится, оправдать некое такое пространство, на котором существует русский язык. Они апеллют к русской культуре, но боятся эту русскую культуру обсуждать, боятся тех, кто ее формулировал, боятся их идей, их наследия Толстого, Достоевского, Майковского, того же Ленина, например, который был носителем русской культуры, безусловно, Горького. Они просто их боятся. Боятся великой русской поэзии, которая задает вопросы о смысле человеческой жизни. Боятся стихов Пушкина. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья России. Вспирай, не дата сна, на обломках самовластия напишут наши имена. Боятся стихов Лервонтова. Быть может за стеной Кавказа. Сокройся от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Они боятся. Поэтому о каком конфликте? Просто геополитические. Кому принадлежат Курильские острова? Или надо ли отдавать Калининградскую область? И хорошо, что мы взяли Крым. Ну, это просто коммерческий конфликт правящих элит. К цивилизационным конфликтам это не имеет никакого отношения. Дети их учатся на Западе. Сами они в глубине души абсолютно западники. Считаю, что в России есть несколько типов элит, которые претендуют на власть, но которые совершенно не думают о народе, по большому счету. Для них власть самодостаточна. И стоящие у власти силовики, оппонирующие им так называемые либералы, на самом деле в душе макеавелисты. И считают власть абсолютной ценностью, ради которой можно говорить все, что угодно. Потому что ты говори, говори, мили и мили. Твоя неделя. Но когда ты достигаешь до печки, то есть до власти, становишь царем горы, то ты все равно будешь по-своему рулить. Совершенно не обязан, подобно Ципросу, выполнять какие-то обещания, которые ты давал на пути борьбы за власть.